Продолжим. У нас была тема первой интегралы автономной системы дифференциальных уравнений. Я могу сказать так, что у нас рекомендована литература. Здравствуйте, Ульяна. Забыл его фамилию. Задачник его еще. Филиппов, да. У Филиппова первые интегралы вводятся не для автономной системы. Не для автономной системы, а для произвольной. Ну и, в общем-то, там и формулируются все те теоремы, о которых сегодня пойдет речь. Но это, я считаю, излишне. В общем-то, это не нужно. Вот это так. Значит, мы рассматриваем автономную систему. Так. По-моему, 7.1 она у нас была, да? Вот. И тогда, значит, что, откуда возникло понятие первых интегралов? Оно возникло из того, что мы рассматриваем некоторую функцию. Функцию. Ну, вообще говоря, это функция от n-переменных у. Непрерывно дифференцируя вместе со всеми своими частными производными. На фазовом пространстве, которое определяется автономной системой 7.1. Ну и тогда, значит, понятно, что вот эта функция, она определена на каждом из решений автономной системы. И тогда, если она определена на каждом из автономной системы, вот, тогда эта функция есть просто функция t, а это есть x1 от t, xn от t. Ну и тогда, значит, вычисляется, собственно, производная. А производная от этой функции u, она будет вычисляться вот так. Это будет вот такая вот конструкция. Так. Ну, здесь будет на x и t с точкой, а x и t с точкой – это и есть правая часть. Понятно, да? Компоненты f и t. Вот. Ну и вот эта вот такая вот производная от функции u на решение, она называется производной в силу системы 7.1, производная от функции u, или производная ли. И еще мы на это называли. Это у нас 7.2 было. Ну и, значит, понятно, что если бы у вас здесь был бы параметр t, то как бы производная записывалась? Что бы надо было добавить вот к форме на 7.2? Что надо было бы еще добавить? Ну, она помимо бы, значит, вот этого, она бы еще от чего зависела просто? Ну, еще добавить что? Плюс du по dt. Ну, вот, собственно, и все. Собственно, и все отличие от того, что у Филиппова, от того, что я рассказываю. Ну, почти все. Ну, вот, почти все. Ну, да, вот. Ну и тогда, значит, первым интегралом системы 7.1 называется функция u, которая постоянно на любой траектории этой системы. Ну, и тогда, получается, мы с вами необходимы достаточные условия, критерий. и вот того, значит, функцию u интеграл тогда и только тогда, когда у вас du по dt, то есть когда у вас производная li от этой функции равна нулю. равна нулю. Ну, мы доказали с вами, что производная li, она инвариантна относительно любой взаимооднозначной непрерывной замены, непрерывно дифференцируемой замены. Ну, это значит, что в любых переменных вот она вот так выражается через x и f, а если вы перешли, допустим, к переменным y, она будет точно так же выражаться. Это будет du по dy на f с чертой от y, где, значит, правая часть – это вот. Это очень важная теорема. Из нее много чего следует. Вот. Теперь, да, возникает такой момент, что, конечно, что если у вас, допустим, функция u от x1 от t является первым интегралом, то любая непрерывно дифференцируемая функция от нее тоже будет первым интегралом. То есть этих первых интегралов, если он есть один, их вообще будет существовать, ну, по меньшей мере континум, а то и поболее. Вот. Если, так сказать, смотреть функциональный анализ. Вот. Мощность будет больше, чем континум, может быть. Вот. Это так. И поэтому вводится следующее определение. Вот. Вот на этом, собственно, мы с вами остановились. Пусть у нас имеется система первых интегралов u1, uk, система первых интегралов системы 7,1. k у нас меньше n. Вот. Тогда, тогда, эта система, система 7,1 называется независимой системой первых интегралов, если, если матрицы, ранг матрицы и коби, ранг матрицы и коби, матрицы и коби здесь имеют k строк и n столбцов, причем k у вас меньше, чем n, равен k. Так вот, если у вас имеется система первых интегралов, и такая, что и такая, что это самое, ранг матрицы и коби равен k, то такая, такая система интегралов называется независимой. Независимой. Надо думать, что Анна все сдала задание. Вот. Раз появилась на лекции. Это так или не так? Так, ну вот, видите. Вот. Это так. Хорошо. Ну и вообще понятия, понятия, вот, независимые, ну их называют так, независимыми или функционально независимыми. Понятие функциональной независимости системы функций это новое для вас. Оно следующее, что система функций, система функций f1 от x1, xn fk от x1, xn называется функционально независимой, если матрицы, ранг матрицы и коби этой системы. Ну, я напишу так. df it по dx gt dx gt и равняется, меняется от 1 до k, а g меняется от 1 до n равен k. Теперь так. Я тут вот все это говорил хорошо, но забыл сказать следующую фразу произнести. Да, ранг, значит, система интегралов называется независимой, функционально независимой, если ранг матрицы и коби в любой точке, в любой точке d фазового пространства не равен k. Понятно, да? В любой точке. Вот это надо добавить. Ну, то же самое и здесь, для системы функций. Ну, да, это новое понятие функциональная зависимость. Понятно, что если система функции у вас линейно зависима, то она и функционально зависима. Это понятно. Так? Это понятно. Вот. А если у вас система функций линейно независима, то функционально из линейной независимости системы функций не следует ее функциональной независимости. Только что говорил. Значит, еще раз. Если у вас есть система функций, состоящих из k, функций n переменных, и если у вас ранг матрицы якоби, вот он, ранг матрицы якоби, равен k, ну, то есть, он максимально возможному числу равен, да, числу как раз строк, то тогда, ну, в любой точке, допустим, области d, где определены эти функции, тогда система таких функций называется функционально независимый. Тоже функциональная независимость. Ну, я просто потребовал то же самое. Только я там не говорил слова функциональная независимость, я просто говорил какая независимость. Просто, что они вообще независимы. Вот, независимы. Но на самом деле, если соединить это с тем, что я сказал потом, то да, интегралы, система интегралов независима, если они функционально независимы. Правильно? Это понятно? Ну, это понятно. Михаил немножко он как-то это дело пропустил. Вот. Так. Значит, это новое понятие вопроса. Какие ещё, кроме вопроса, которые задал Михаил, существуют по тому, что я сказал? Вот. Да, я уже сказал, конечно, из линейной независимости следует функциональная зависимость, это очевидно. А вот из линейной независимости, например, у вас вот функции такие. Это вот у 1, вот у 2. А из линейной независимости... Эти функции линейно независимы, но они функционально зависимы. Правильно? Они будут функционально зависимы. Потому что ранг, если вы посчитаете, будет равен 1. Это так. Ну, понятно, функциональная зависимость, независимость. А как это для... Так, реально, что вот если функция функционально... Система функций функционально независимы. Что это для вас это должно значить? Первых интегралов нет, просто вот... Конечно, правильно, совершенно. Система функций функционально независимы, если никакую одну из них нельзя выразить через что? Через все остальные. Функционально выразить через все остальные. Здесь-то можно, вон, квадрат, пожалуйста, записал и все. Ну, тогда, как понять, что вот что-то можно уйти? Это нельзя будет, да? С рангом? Да, с негрям. Ну, конечно, это вы сейчас поймете, почему это так будет. Потому что дальше идет теорема следующая. Если у вас есть k независимых интегралов, независимых первых интегралов, то система 7.1 может быть понижена на k единиц. То есть вы ее можете свести к системе n минус k уравнений. То есть на k вы можете понизить. Это вот есть теорема. Зачем мне обратно? Обратно? Ну, я не знаю обратно. Но главное, понимаете, главное вот то, что я сказал. Потому что вы можете найти интегралы. И если вы нашли интегралы, то вы можете что? Понизить порядок системы уравнений. А иногда это значит, можно и просто ее решить после этого. Вот. И это у вас вот такие задачи, у вас в задании есть. Значит, как доказывается эта теорема? Значит, еще раз. Эта теорема звучит так, что если у вас, у системы 7.1 имеется k независимых интегралов, k независимых интегралов, то ее порядок может быть понижен на k единиц. То есть она может быть сведена к системе из n минус k уравнений. Ну, давайте докажем эту теорему. Вот. Ну и вы сейчас... Значит, теорема понятна. Значит, у меня u1 от x1 xn у k от x1 xn независимые интегралы. Ну, а что значит? Это значит следующее, что у меня имеет место следующее соотношение. u1 от x1 xn равняется c1 и uk от x1 xn равняется c2. Ну, и они постоянно ведь на траекториях. Ну, и вот я это и записал. Правильно? Вот. Ну, а теперь, да, вот на эту вот... Номер какой у меня этого? 3, да? Вот. А на систему 7.3 я буду смотреть как на систему для определения x1 xn. Вот. Ну, а теперь, вот, ответ на ваш вопрос. Надо вспомнить теорему неявных функций. Что она утверждает? Ну, конечно. Если он равен k, то тогда... Так. Я смотрю не икобиан, а я смотрю ранг. И вот что говорит теорема неявной функции, когда у вас вот... В смысле ранга. Ну, вы пишете, якобиан – это определитель. Конечно. Если у меня ранг матрицы якоби, вот для этой системы, равен k, равен k, то тогда я могу выразить k, некоторые k неизвестных, через остальные. Да. Ну да, да, конечно. Конечно. Вот, выразить через все, значит, если у меня он равен k, то я могу k функций, k функций, так, выразить через остальные n минус k. Правильно? Ну, я допускаю, что у меня базисный минор, я могу без ограничения общности считать, что базисный минор у меня матрицы и якоби расположены в первых k столбцах, и тогда что я могу получить? Тогда отсюда я могу получить из теоремы неявной функции я получаю, что у меня x1 равняется фи от c1 cкт xk плюс 1 xn. Значит, я тогда вот что получаю. Это фи1, это фи ка, c1 cк, вот, значит, это 7,4. Ну, собственно, и все. А дальше что делаем? Выразим и что? Ну и подставим. Да, выразим k неизвестных, так, и подставим в эти самые, значит, когда запишем у нас для n плюс, до k плюс первого у нас это будет что? f, так, вместо этих будет стоять вот эти вот функции будут стоять, так. Так, ну я запишу так, значит, xn плюс 1, k плюс 1 и так далее, xn, φк, значит, так, давайте я уже все-таки напишу нормально, не буду халтурить. Вот, понятно, что если вы вот запишите, то вы получите, что у вас это будет φ от x1, c1, cкт, xk плюс 1, n, φк, это первое k вот этих вы выражаете с помощью вот этих формул. Ну и, да, эти xn плюс, xк плюс 1, xn, это для k, ну и, соответственно, для n. Значит, это k плюс первое, это n, здесь все то же самое. Вот. Что? Интегралы, но они нам известны. c, они c, они... Это c, это произвольный, это произвольный постоянный c, правильно? И их будет как раз, именно их будет ровно столько, сколько надо. Там будет cк, и потом здесь решите эти уравнения. Будет еще n, что? Минус k констант. Ну, все они будут присутствовать в решении. Вот. Ну вот. Вот у вас тогда что получилось. Ну вот для оставшихся вот такое дифференциальное уравнение, но их-то уже стало на... их n минус k, а не n. Что? Не понял, что найти? Так, вот это у меня есть. Здесь это константы. Ну, это константы. Я разрешаю эту систему. Теорема аниянной функции мне говорит, что я могу это сделать. Правильно? Если что, мы не знаем? Нет, ну, если мы 7... Если у нас нет автономной системы, то у нас ничего нет. Понимаете? И тогда и задачи нет. У нас же задача стоит решить систему 7.1, автономную. Вот. И мы, да, она автономная, она нелинейная, и может быть очень сложная. Перед нами стоит эта задача. И вот мы видим, что мы вот нашли, взяли, вот, оказывается, k-интегралов мы можем найти. Этим, собственно, вы и будете заниматься вот на этом самом заданиях. Правда, не очень здорово, но, по крайней мере, в 6-й и в 9-й группе я ликвидирую этот пробел. Ну, и вот, там им дам больше задач. Ну, нет, потому что это у меня от фи, а это они от f. Да, ну, стопку надо закрыть, согласен. Скупку надо... Ну, здесь я закрыл, и вот здесь закрою. Да. Ну, понятно, что это будет функция только от k плюс... Ну, от констант, правильно? От k констант и от переменных n плюс k. То есть система получится автономной. Правильно? То, что мы понизили порядок, система будет автономной. Ну, и вот этим вы, собственно, и будете заниматься. Значит, да, вот там несколько примеров у вас, задания. Они, в общем-то, ерунды. Я бы лучше другое дал бы вам. Но это ладно. Далее, далее, значит, нужно будет это сделать. Основная задача у вас будет найти интегралы. Собственно, к этому будет всё сводиться, что нужно будет найти первые интегралы. Вот. Вот. Это, значит, отвечает на вопрос, зачем нужны первые интегралы, и почему они должны быть независимыми. Если бы они были бы зависимыми, вы бы разрешить эту систему, ну, вы бы ничего не смогли. Либо она была бы неоднозначно разрешима. Можно вопрос. Да. А вот тут, как раз, если я тебе это ладить, то я тебе это ладить, потому что у нас не первые интегралы в эту систему, и получили зависимость на этапе n и k константы. Конечно. Подставили. Подставили. Ну и что? У нас решение это... При решении системы n-го порядка у нас получится n произвольных постоянных. Ну, а здесь k мы уже нашли. Вот. А там будет n минус k. Правильно? И там тоже будут свои постоянные. Всё нормально. Все концы с концами сойдутся. Это так. И вы, да, все эти вот интегралы вы пишете. Вот. Это так. Теперь возникает вопрос такой. А... Ну вот у нас есть система. А спрашивается, а вот система n-го порядка? А сколько она, в принципе, может иметь интеграл? Вот. Так вот это да. Я хочу доказать сейчас именно эту теорему. Теорема, она звучит так, что если... Значит, во-первых, эта теорема, она локальная, к сожалению. Она носит локальный характер. И она звучит так, что если... Если точка А, точка А не положение равновесия, то существует окрестность... Значит, существует окрестность А в точке А, ну, у от А. Я ее так напишу, у большой от А. Так. Где у вас существует n-1 независимый интеграл системы 7-1. Вот если точка не положение равновесия, то тогда существует окрестность этой точки, где у вас будет существовать n-1 интеграл системы 7-1. Вот. Ну, давайте докажем эту теорему. Правда, мне как-то говорили, что на самом деле вы уже и доказали эту теорему, когда теорему выпрямления говорили. Ну, в общем-то, да. Но давайте, собственно, повторим на более высоком уровне так. Ну, в общем-то, в принципе, можно, конечно, все это делать. Да, и тогда это действительно все это будет вот, выглядеть. Ну, подумайте об этом, кто этим заинтересует. Значит так. Точка А не является положением равновесия, поэтому f от а не равно нулю. Правильно? Не равно нулю. А отсюда что следует? Что существует некоторое число k, принадлежащее A1N такое, что fKT от а не равняется нулю. Правильно? Ну, хотя бы один, да, я найду, что он нулю не равен. Ну, и предположим, что не ограничивая общность, можно считать, что это k равняется n. Правильно? Ну, я могу переставить эти равновесия, пересчитать, по-другому их занумеровать. Вот, собственно, и все. Правильно? Значит, предположим, что k равняется n. Да, что k равняется n, и тогда у меня fn от а не равняется нулю. Не равняется нулю. Ну, раз так, раз так, то есть системы 7,1 я могу получить эквивалентную ей систему, вот такую вот. Значит, из 7,1 у меня будет вот что. Система будет такая, dx1 поделить на dxn будет равняться f1 деленное на fn, dxn-1 делить на dxn будет равняться fn-1 деленное на fn. Вот. Ну и понятно, а последнее, это вот xn-я с точкой равняется fn. Это последнее уравнение. Ну, я буду смотреть вот это вот. Я буду смотреть вот на вот эту вот систему. буду смотреть на эту вот систему от n-1 уравнения. Она не автономна. Правильно? Она не автономна, потому что, ну, правая часть зависит от xn. Правильно? Но неважно, что она не автономна. Раз у меня, значит, fn-я у меня не равна нулю в точке А, fn-я у меня не равна нулю в точке А, и fn-я у меня непрерывно в точке А. Правильно? То тогда у меня существует окрестность. Существует окрестность. Вот. у от А, где у меня fn-я, где fn-я не равна нулю. Правильно? Существует окрестность, ну, по непрерывности. Вот. Существует окрестность, где fn-я нулю не равна. От xn-я зависит. Да. Да. Вместо времени будет xn. Совершенно верно. не, ну, последнее уравнение системы я написал. Я просто дописал последнее уравнение системы. Вот такая вот вся система, она будет эквивалентна 7,1. Правильно? А я смотрю вот на вот эти вот n-1 уравнение. Да, да. Оно, где xn-я у меня есть независимые переменные. Правильно? Где xn-я есть независимые переменные. Ну, раз, так сказать, fn-я в этой окрестности не равна нулю, то я в этой окрестности я нахожусь в условии что? Основной теоремы. Правильно? В условии, так сказать, в окрестности у n-ого, где у меня fn-я вся не равна нулю, так, ну, правая часть. Всё непрерывно будет. Я нахожусь в условии основной теоремы. И тогда, значит, что я могу сделать? Тогда для любой точки кси, для любой точки кси, принадлежащей вот этой вот окрестности, так, что? Я хочу доказать, что у меня, если у меня точка не является особой, ну, и не является положением равновесия, то тогда существует окрестность этой точки, где у меня существует n-1 независимый интеграл системы 7-1. Я хочу доказать именно вот это. Ну, и я начал это доказывать. Как я начал доказывать? Да, раз не равно нулю, значит, допустим, что у меня fn-я последний этот не равен нулю, понятно, так, в точке а, поскольку это непрерывно, так, то у меня существует окрестность, где у меня fn-я не равна нулю, но я делал что? Я взял и поделил первое n-1 уравнение на последнее. и получил вот такую систему, которая будет эквивалентна моей системе 7-1. Правильно? Ну и тогда смотрите, вот, вот эта вот система из n-1 уравнений, она не автономна. Здесь роль как бы вот этого независимого переменного играет с n. но, поскольку у меня вся правая часть в этой вот окрестности точки а у меня она непрерывна, то я нахожусь в условии что? Да, ну и непрерывно дифференцируемо естественно, правильно? То я нахожусь в условии что? Основной теоремы, а это значит, что любая задача Каши, которую я там поставлю, будет иметь единственное решение. Правильно? А я поставлю задачу Каши, я вот возьму любую точку Кси, принадлежащую, так, Кси это у меня значит, вот эта точка Кси, она имеет вот такие вот компоненты, так, и я значит, поставлю задачу Каши следующим образом, я буду считать, что у меня xn будет равняться кси n xn равняется кси n а x1 от кси n ну, то есть от x правильно, она же будет зависеть от x будет равняться кси 1 а кси n минус первая от кси n будет равняться кси n минус 1 вот ну, и тогда тогда у меня система из n минус одного уравнения вот с такой задачей Каши будет иметь единственное решение правильно? будет иметь единственное решение вот ну, давайте вот запишем это решение да, я взял вот выбрал какую-то произвольную точку из окрестностей вот этой у полагаю, что там у меня кси n равняется кси 1 а для остальных этих я поставил вот такую задачу x1 x1 это функция вот для нее вот-вот дифференциальное уравнение для нее да, x1 xn это функция для которых написано дифференциальное уравнение и вот для этого дифференциального уравнения я поставил такую задачу Каши Вот. Ну и тогда ясно, что у меня решение такой задачи Каши существует. Решение такой задачи Каши существует, и вот я его запишу. Х у меня будет равняться φ1, оно зависит от xn, правильно? Как независимого переменного. Кси1, ксиn-1, хn-1, это и есть φn-1 от xn, кси1, ксиn-1. Ну вот, это у меня будет, в моих обозначениях, это будет 7, насколько я понимаю, 4, правильно? Вот. Это будет вот 7,4. Вот. Это я получу. Я надеюсь, это понятно, как получено. Что? 7,5. Да, там, видимо, было у меня. А, ну да, там у меня было. Это 7,5. Вот. Хорошо. Так, теперь, значит, кто удаленно слушает, все понятно, что я говорил? Или нет? Более или менее. Более или менее. А что менее, чем более? Вот. Да, просто надо с этим сомневаться. А, это верно. Это надо вжиться. Да, ну что? Тут, ну, вживаться так. Вот, я получил, я взял, поделил. Кстати, вы именно так вы интегралы будете первые находить. Вот. Вот таким вот макаром. Просто делить одно уравнение на другое. А именно так и будет. А если этого не будет, а вы иначе интеграл не найдете. Или бы надо будет там еще хитрить как-то там еще. Здесь хитрить не надо. Я просто вот взял и так и сделал. И все. И получил вот такую вот систему. Вот. И все. Вот. Понятно? Это у меня будет вот... Что? Да, это уже решенное. Ну да, я воспользовался основной теоремой. Я могу это дело записать. Теперь так. На систему 7,5 я могу смотреть, как на систему для определения константа. Кси 1, Кси n минус 1. Правильно? Я могу смотреть, как на уравнение для определения константа. Кси 1, Кси n минус 1. И хочу разрешить ее. Ну и чтобы мне вот разрешить ее, что я должен сделать? Что я должен потребовать? Когда я могу разрешить эту систему? Якобиан. Да. Значит, я могу это дело разрешить так, когда у меня якобиан. А якобиан будет зависеть от Кси n. Правильно? Он будет зависеть от этой переменной. Вот. Значит, как этот якобиан получается? Это вот вы берете и дифференцируете. Ну, Фи 1. Ну, и так для Фи n минус 1. Вот. Ну, отдыхайте. Значит, якобиан, вот он как выписан. Вот как выписан. Ну, отдохнем. Значит, понятно. Я сейчас буду доказывать, что он не равен нулю. А если он не равен нулю, то... Значит, все действия возможны. Те, которые я хочу. Вот у меня... Система. Независимые переменные здесь xn. Это типа времени. Но F1 и F1 это будут... Ну и что? Ну, это же правая часть, мне задано. Я вот по ним, по каким-то этим функциям... Мне основная теорема говорит, что если у меня вот эти функции непрерывны, так, непрерывны, тогда у меня существует решение автономное, удовлетворяющее вот такой вот задачи Каши, как я поставил. И все. И это будет как бы траектория тренировки. Да. Ну, конечно. Ну, от xn. Вот. У меня здесь время, это xn. Это понятно. Ну и все. Вот. Значит, я просто записал решение. От чего оно? Конечно, оно будет от констант зависеть. Всех вот этих вот. Это понятно. n-1 порядка системы. Она от них, от начальных условий, она, естественно, и зависит. Таким вот образом. Так. Ну да. А теперь я хочу их разрешить. Эту вот 7, 5. систему относительно вот этих констант. кси-1, кси-n. Ну и понятно, правильно. Вот. Михаил это хорошо понимает. Но не даром от У-8 получил за это дело. Вот. А как же. Вот. А как же. Вот. Что же у меня в группах, где я веду, я же должен знать, у кого я веду. Ну вот. И все. Вот. Я уже говорил, что я посмотрел, у Полины У-8 стоит. И я своей недовольствием рассказал по этому поводу. Она сказала, что это ошибка. Второе семестр меня не интересует. Вот сейчас. Вот положение сейчас. Мало ли там у вас какие грехи. Это было там. Все. Вот. Значит, понятно, что если у меня вот якобиан вот этой системы не равен нулю, тогда я могу однозначно эту систему разрешить. Якобиан этой системы, он от XN зависит. Правильно ли? Вот. Ну и вот как вы думаете, почему он не равен нулю-то? А точнее говоря, даже так. Я утверждаю, что существует окрестность точки XN, где этот якобиан нулю не равен. Так. Это мы и хотим доказать. А что будет у вас? Чему будет равняться вот этот якобиан? А, вы думаете, как и единственное, значит, справа. Это все так. Единственное, это оно единственное. А мне вот с этим якобианом надо разбираться. А чему будет равняться вот этот якобиан, когда XN равняется XN? Чему он будет равняться? Ну, фи от... Фи от XN равняется XI. Так? Правильно? XI2 будет равняться... Фи2 от... Насколько я понимаю, это якобиан, это будет просто равен определителю вот такой вот матрицы. Правильно? Да. Правильно? Что, это непонятно? Ну, единичка он будет равен, конечно. Он будет равен единичке. Вот. Ну, а сам-то он, якобиан от XN, он же непрерывная функция. Правильно? Функция непрерывная. При XN он равен единице, значит, существует окрестность вот этой точки XN, для XI где якобиан не равен что? Нулю. Значит, отсюда что? Отсюда существует некоторая K от XI N окрестность, где... Ну вот почему локальность-то, понимаете? почему идет локальность? Ну, я же так поставил задачу K от XI. Вот. Я именно так поставил задачу K от XI. Имею право, правильно? Так поставить задачу K от XI. Вот. Вот взял и поставил ее так. И тогда у меня вот будет вот такая вот штука. Вот. Ну, хорошо. Тогда что же я получу? Я получу следующее. Вот. Ну, я тогда получу, да. Тогда я могу это дело разрешить. Так. И тогда это у меня будет от XI X N минус 1 XN. вот, я получу систему 7,6. Вот что я получу, раз я могу разрешить. Вот. Ну, и вы сами понимаете отсюда, что XI, что система 7,6, это есть система первых интегралов, система 7,5. Я надеюсь, это понятно. Правильно? Ну, это у меня решение. А это константы. Вот. Значит, их N минус 1, одна штука. Вот. Вопрос стоит в том, являются ли они независимыми. Как вы думаете? Значит, понятно, что система 6,7,6 это система N минус 1 первых интегралов, 7,5. Это вы запишите. А теперь вопрос, а почему она, да, независима? Как вы думаете? Ну, надо посмотреть, что? Якобиан. Правильно? Верно? Вот. Ну, точнее, не Якобиан, а посмотреть ранг этой матрицы. Правильно? Ранг этой матрицы. Вот. Ну и, значит, ранг этой матрицы. Вот. Значит, ранг этой матрицы. Это будет... Что у меня, значит? Это будет такая, XI1 по D XI по DXN а здесь будет последний DX1 по DXN. Здесь по DXN минус 1. Ну, здесь все то же самое будет. Это вот N минус 1. Значит, матрица это будет сколько? Она будет N минус 1 строку иметь, да? И N сколько? N столбцов. Правильно? N столбцов. Ну, давайте смотреть, как вы думаете, чему равен ранг этой матрицы? N минус 1. А почему? Потому что вот этот определитель, что он нулю не равен. А почему? А чему он будет равен, этот определитель? это определитель, да? Это же будет единица на G от XN. Правильно? Ну, понятно, да? А тот не равен нулю. Значит, понятно, что ранг этот будет равен N минус 1 по той простой причине, что определитель, значит, единица на G от XN нулю не равен, нулю не равен, а вот он, значит, его определитель. Ну, я не знаю, как это лучше написать. Да, давайте все-таки нормально напишем. Вот. равен N минус 1, так как так как вот такой вот определитель будет. Вот. Так. Продолжение следует... Не равен нулю. Это понятно? Ну, вот так. Все, значит, они линейно-независимы. Все доказали, как вы считаете? Они все. Вот, кстати, то, что я сейчас доказываю, это у Филиппови примерно доказано так. Но, тем не менее, было замечено, что не совсем все доказано. Да, я доказал, что на этой траектории так у меня... Я получил интегралы. А что? Да, я получил вот для этой. А почему для любой у меня от этого будет следовать? Откуда это будет следовать? Вот из того, что... Почему? Ну, точка-то какая, да? Ну, конечно, любая точка из этой. Да, и так как кси – это любая точка, произвольная точка, то тогда данная теорема доказана, что это, значит, на любой траектории в окрестности точки, вот, у вас будет существовать n-1 интеграл. Вот эти слова надо обязательно произносить. Вот. Ну, у Пантрягина там немножко опечатками это дело, там посложнее это дело доказано. Ну, тоже принцип-то один и тот же доказательство. Вот такая вот теорема. Теперь так. Условие, что точка не является положением равновесия, является существенным. Является существенным. Вот. Это вы отметьте себе. Значит, почему это так? Почему это так? Ну, представьте себе, что у вас есть система второго порядка. Пусть у вас имеется система второго порядка и точка А, ну, точка М нулевое, от х нулевое и у нулевое – это узел. Это узел. Так? Это узел. То есть, вот у вас вот точка М нулевое и у вас идут траектории. Ну, допустим, вот, да, неважно, входят они или входят. Вот у вас в узел входит, ну, допустим, устойчивый узел, входит траектория. Так? Входит траектория. Что тогда? Что тогда? И, допустим, что у от х и у равняется с. Это первый интеграл вот этой вот системы. Этой вот системы. Так? Вот. Тогда что мы с вами, смотрите, будем иметь? Значит, допустим, я вот беру здесь точку М1 от х1 и у 1. Тогда что у меня будет? У меня будет, что у от х1 и у 1 равняется с. Правильно? Ну и будет равняться у от х0 и у 0. На траектории интеграл совпадает, правильно? Постоянно. Так. Ну и тогда я получаю, получаю, что вообще, я получаю, что этот первый интеграл, потому что, если я возьму вот эту траекторию, я получу, что любая точка, которая проходит через эту точку, тоже для нее будет что? То есть у вас я получу следующее, что у вас у от ху равняется с, всюду, всюду, да, в окрестности точки М0. Правильно? А потому что у вас траектории все, смотрите, да, вот в этой траектории, вот в этой точке у вас константа будет другая? Та же самая. А это означает тогда, что у вас у от ху равняется с для всех что? Да-да-да-да-да-да, конечно. На каждой траектории своя была константа. Да-да-да-да. А здесь они все, и у вас от ху является константа. Ну, а раз это так, то у вас ранг матрицы и коды равен нулю. Правильно? Вот и все. А должна быть единица, если это независимый интеграл. Вот пример, который показывает, что условие то, что точка является не положением равновесия, является очень важным. Ну и я говорю, что локальное, условие локальности, вот здесь она и играет. Потому что, если в окрестностях положения равновесия, видите, что здесь будет, здесь у вас будет совсем, так сказать, все по-другому. Все по-другому. Так. Ну это вот все. Этим мы заканчиваем вот эту главу, которая относилась к автономным дифференциальным уравнениям. И начинаем следующую главу. А это глава, по-моему, она девятая. Да? Да. Что? Это была глава автономной системы. Да, да, да. Но у меня номер ее интересный. Девятая. Значит, следующая глава, десятая. Так, вопрос. А если у вас не автономная система в том время, говорим? Говорим. Ну там все то же самое. Там, так сказать, вот у Филиппа посмотрите, там, по-моему, да. Ну тогда как бы вот это переменное, значит, так я могу сказать. Если у вас система не автономная, то ее можно свести к автономной системе, но большего порядка. Ну да, то есть вы вот, если у вас есть Т здесь есть, например, так, здесь вот Т есть, то вы вводите, это считаете, добавляете ДТ по ДТАУ равняется единице. И тогда система у вас какая? Автономная. Правильно? Система автономная. Ну и тогда, значит, вы вот все можете переиграть для вот такой системы. Там, значит, будет Н, тогда, видимо, у него. Вот. Ну понятно, если Т вот мы добавим, значит, как бы порядок у нас увеличивается, автономная система. И тогда соответственно Н-1 заменяется на что? На Н. Вот. Это я так думаю. Но мы не рассматриваем с вами неавтономные системы. Потому что я считаю, что, в общем, это так. Это не просто свою ученость показывали и все. Больше ничего. Потому что интегралы в основном они здесь нужны будут. И это вы сейчас увидите. Ну и вот. Да. Ну и констант у вас, смотрите, у от x, y это вот на этой траектории. И на этой тоже этой траектории. Ну, значит, тогда у вас вот этот вот интеграл первый, он будет интеграл во всей окрестности этой плоскости. Эта константа будет во всей окрестности вообще всюду. Понимаете? Для всех x и y. так они узел? Конечно, узел. Вот если у вас особая точка есть узел. Ну вот. Итак. Интересно. У вас константа? Так. У у вас константа. Дифференцируем. dc, значит, du по dx 0. du по dy 0. Вот. Правильно? Ранг такой матрицы чему равен? Там-то были другие константы. И там были другие интегралы. Здесь один у вас интеграл. Значит, здесь у вас один интеграл. Так вот, он сам себе не будет независим. Ну, конечно. Вот. Тут у вас один интеграл. Значит, ранг матрицы и Коби должен равняться единица. Правильно? Если он независим. А он у вас будет равен нулю. Что? Так, у вас один интеграл. Вот матрица и Коби это будет вот она. Правильно? Ее ранг должен равняться чему? единицы. Правильно? Если этот интеграл, ну, он сам себе независим. Что есть, если это интеграл. Правильно? Вот. А он у вас будет, если это констант, он у вас ноль будет. Ну, чем один от двух отличается? Понимаете, у вас здесь бы, у вас бы была бы функция у от xy, она не была бы константа везде. Везде бы не была константа. Она бы имела бы, конечно, линии уровня, где она была бы константом, но только линии. На другой линии она была другой. Вот. На другой линии она была другой. Вот и все. А здесь она вообще, ну, она всюду вот, константы на всей вот части плоскости во всей окрестности. И ранг ее равен нулю. Да, что он вообще, непонятно, что это. Что это? Ну, константа. Ну, правда, говорят так, непонятно, считать или не считать. Если, значит, константа первая, это полная константа, считать ли ее интегралом. Для линейных уравнений системы у вас понятны. Только С будет, как бы, первый интеграл. Ну, вот Филиппов говорит, что это не интеграл. Да? Ну, а какая разница? Ну, не все. Может быть. Понимаете? Ну, я же как говорил, что пусть не особая точка. А вот если точка особая, я, в частности, узел, то это дело летит. Правильно ли? Я вам провел пример, почему это дело. Ну, вот летит. Почему? Летит, потому что, да, получили, что у вас это не так. Что n-1 интеграла у вас нет в окрестности узла. В окрестности седла не знаю, может быть, и будет. Ну, а какая разница-то? Я же формулирую такое, что главное, чтобы это была точка не особая. А если она особая, то может быть, вот, в случае узла. Вот и все. И эта вот теорема, она это дело исключает сразу. Вот. И все. Пример исключает только узел. Но я думаю, что для фокуса устойчивого то же самое будет. Будет все то же самое. Для фокуса устойчивого. Правильно? Будет все то же самое. Для седла нет. Но для седла у вас будут две траектории. Что входит и что не входит. Это так. Там они будут, да, но нет. Но для вот двух траекторий будут одни и те же. Будет ли при этом? Да. Тогда у вас получается, что не везде, у вас не во всех точках будет вот это вот. Ранг будет равен единице. Понятно. Не во всех точках он будет. Вот. Ну, что для седла будет, это, в общем, надо смотреть. Но это уже неинтересно. Теорема, вот. Она говорит так, что вот если не особая точка, то да, все, n-1 интеграл есть. А вот если точка особая, то это да. Это, так сказать, может и нарушаться все. Вот и все. Поэтому это и требуется. Вот. Для седла это, ну, так, вот. Ну, в общем-то, в седле, понимаете, нам и интеграл не нужны. Мы линеризуем, мы там вообще сразу все можем, что? Выписать и без интегралов. Вот. Так что там это нам не надо. Так, хорошо. Так, значит, мы выяснили, что эта глава будет десятая. Запишите. Десятая глава. Дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. Дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. Так, мне надо, чтобы не забыть эти тетради, надо их вот сюда положить. Вот. Вот. Ну, и параграф первый запишите. Основные определения. Дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. 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 Значит, вот эту теорему о независимости. Фактически я... Идеология пантрягинская была, но это самое, я изменил, потому что пантрягин там опечатки очень много. Я сделал так, как должно было бы быть, без опечаток. Да, Филиппов, он... Вот эту фразу, что любые другие точки, он как-то эту фразу там пропустил. Вот. Под доказательством. Дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. Так. Ну, параграф первый. Основные положения. Так. Значит, выражение вида. Выражение. Выражение. 1, 1, где... ...являются непрерывными. Являются непрерывными. У. У. Вот. Про У сейчас будет сказано. Вот. У. У принадлежит С1. Вот. РН. Так. Называется. 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 Дифференциальным уравнением в частных производных. У. 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 Будучи подставлено в 7,1, она обращает его в что? В тождество. А у – это и есть решение, это уравнение. Это и есть уравнение, квазилинейное уравнение в частных производных первого порядка. Ну, понятно, первого порядка почему? Потому что что? Потому что у вас только первый порядок производных частных входит. Понятно, да? Поэтому первый порядок. Почему квазилинейным? Ну, понимаете, потому что частные производные в первой степени. Частные производные в первой степени. Вот эти коэффициенты, они могут от функции у зависеть? Поэтому оно и называется квазилинейным. Значит, понятно, что вот такое, например, уравнение, кстати, очень интересное. Оно к этому классу что не относится? Квадрат, да. Ну, может быть, вы и встречали. Первый факультет, по идее, должен знать. Это уравнение известное. Что, не встречали? Ну, вот это да, оно не является квазилинейным дифференциальным уравнением частных производных. Вот. Это так. Это так. Далее, значит, следующее. Значит, с любой системой, с любой системой 1,1, ну, то есть для системы квазилинейных уравнений частных производных, связана такая система. Ну, давайте я ее напишу уже так. Так. Связана вот такая вот система обыкновенных дифференциальных уравнений, вот, которая называется характеристической системой для уравнения 7,1. называется характеристической системой для уравнения 7,1. А решение о решении этой системы, о решении этой системы 7,2, называется характеристиками системы уравнения 7,1. Называются характеристиками системы 7,1. А, 1, 2, ну, конечно, конечно, конечно. Называются характеристиками. Вот. Ну, наверное, это вот первый раз вы услышали это слово характеристики. Я надеюсь, не последний раз. То есть у вас есть вот уравнения частных производных первого порядка. И я вам дал такое определение, что такое является характеристикой этого уравнения. Вот. Это одно из... Значит, с точки зрения математики, это одно из определений. Они все эквивалентны, которые, так сказать, даются для характеристик. Вот. Значит, вот у меня на курсе, вы это вот услышите, вот то, что услышите. Через год вам будет дано некоторое обобщение понятий, характеристики. Но там будет для уравнения второго порядка частных производных. А это значит, фактически, для системы уравнений частных производных будет дано понятие характеристик. Вот. Ну и там вы увидите, что отнюдь не все уравнения второго порядка они имеют линейные. Они имеют характеристики. Это вы увидите. Вот. Но для вот то, что здесь написано, характеристики для них всегда будут. Для них характеристики всегда есть. И это вот очень важное понятие характеристик. Ну, в физике-то тоже важное очень понятие характеристики. По физике-то вы не слышали про такие линии, которые являются характеристиками? Ну, характеристики – это линии, по которым возмущение. Вот вы имеете, вот какое-то выберете, вот возмущаете, и как у вас возмущение распространяется. Вот если у вас характеристики есть, то по ним возмущение будет распространяться по характеристикам. Ну, как звук, например. Как, например, это будет распространяться звук. Ну, или как, например, распространяется электромагнитная волна. Она распространяется по характеристикам. Это физическое объяснение, что такое характеристики. Ну а еще с точки зрения математики дается, что характеристики – это линии, на которых производные от функции рвутся. Сама функция не рвется, а производные рвутся. Еще вот такой момент будет, но это будет у вас через год. Ну а для вас, да, это вот есть уравнение, есть уравнение и есть характеристики. Что вы можете мне сказать сразу же? Что вы можете мне сказать? Значит, я вам могу... Значит, сравните. Вот у вас уравнение характеристик и вот уравнение 1,1. Так, как вы думаете, если я вам... Вот вы знаете, что такое производная от функции в силу системы? Что вы можете сказать относительно системы 1,1? 1,2 – это характеристическая система. А что вы можете сказать относительно уравнения 1,1? По... в силу системы 1. Да, совершенно верно, что в силу характеристической системы функция у, для нее как будет выглядеть уравнение? Вот это важно. Вот, это важно. То есть, если у вас есть характеристическая система, то тогда у вас уравнение в частных производных записывается как что? Как производное, как обыкновенное дифференциальное уравнение в силу что? Характеристической системы. Это и есть общее определение. Ну, а вы сами понимаете, что одно дело решать вот это, а другое дело решать что? Вот это. Правильно. Анна улыбается правильно совершенно. Потому что, сами понимаете, но это вот основное свойство характеристик. Да. Так, так оно и есть. Так оно и есть. Если вот... Ну, так оно и есть. Понимаете? Да, конечно. Если у вас... Вот вы записали характеристическую систему тогда. Вот 1,1, это и есть просто вот это уравнение. Это и есть просто что? Производное я от функции у в силу вот этой характеристической системы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вот последствия сейчас будут вытекать. Вот. К сожалению, мы это не успеем. Ну, ладно. Значит, я только скажу следующее, что, конечно, это всё хорошо, это я вас попугал малость, но на самом деле мы будем изучать. Предметом нашего изучения будет вот что. Вот такая вот. Значит, предметом нашего изучения будет вот такое вот уравнение. Ну, потому что, если я вот записал систему 1,2, то нетрудно сообразить, что вот 1,1, это и есть производная от функции у в силу системы 1,2. Правильно? Ну, так, просто взял и выкинул. Просто взял и выкинул, и всё. Будем изучать, то есть, грубо говоря, будем не квазилидейные изучать, а какие? Линейные. Линейные. Вот всё. Что? Что? Ну, получается, да, что вот это, вот это и есть что? Это и есть. Ну, вот. Вот это вот, да, вот это вот самое главное. Ну, ладно, на сегодня всё. Это я вот вам написал, дальше мы продолжим. Всё, ладно, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok